Трудное местоописание с библейским порталом Экзегет. Почему Иисус велел Марии Магдалине не прикасаться к Нему? Это к Евангелии от Иоанна, 20 глава, 17 стих. Ну вот Иоанн, он вообще довольно своеобразно описывает воскресенье, не очень похоже на синоптиков. Ну, конечно, не само воскресенье, его никто не описывает, а то, как воскресенье становится известно ученикам. У Иоанна приходит именно Мария Магдалина, причем сказано, что пришла одна, не женщины, а только она одна. И дальше, видя, что гроб пуст, она возвращается к ученикам. Иоанн, Симон Петр и другой ученик, которого любил Иисус, по-видимому, Иоанн имеется в виду, идут туда и входят внутрь могилы, а Мария остается плакать. Да, ученики такие активные, они стараются все узнать, во-первых. Во-вторых, как только они узнали, что Иисуса нет, они бегут об этом рассказать остальным, а Мария вот в каком-то оцепенении, остолбенении стоит и плачет, видит двух ангелов и говорит им, я не знаю, куда унесли его тело, видит потом самого Иисуса, но принимает его за садовника. Вот настолько она ослеплена горем, может быть, слезы там, ей глаза заститы, она просто уже не видит ничего. И, наконец, она узнает Иисуса, Иисус говорит ей, Мария, она, обратившись, говорит ему, равуни, что значит учитель. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, по-гречески, мему гапту, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим, и скажи им, я восхожу к отцу моему и отцу вашему. Странные слова. Почему это не прикасайся ко мне? Вот больше нигде такого нет, чтобы Иисус не велел к себе прикасаться, правда? Более того, к нему прикасалась там женщина в кровотечении, и кровотечение остановилось. То есть он, в общем-то, спокойно относился к тому, что люди к нему прикасались. Но это, правда, было до воскресения. А потом в том же Евангелии от Иоанна он говорит, Фоме, вложи свои пальцы в мои раны и удостоверься, что это действительно я. То есть это уже после воскресения, значит, получается, что вот Марии нельзя, Фоме не только можно, но даже нужно. Странная логика. Нет, но говорят еще, что тут он как бы сразу после воскресения, какая-то особая огненная природа, что, в общем, прикоснуться к нему, это означало бы там обжечься, я не знаю, что-то такое. Но это как-то уж ни на чем в тексте не основано, это просто некоторая догадка. Он говорит только одно, я восхожу к моему отцу. С другой стороны, Вознесение это будет позже, потом Иисус еще появится перед своими учениками, как описывает Иоанн, мы сейчас по Иоанну только это рассматриваем. Все-таки что же означают эти слова? Вот я бы перевел их как «не держись за меня», потому что, мне кажется, это какой-то естественный жест Марии, женщины, которая, я же не случайно обратил ваше внимание, настолько ослеплена горем, что она вообще ничего не понимает и не узнает Иисуса, встретив его. Вот она настолько ослеплена горем, что когда она понимает, наконец, что он перед ней, вот этот естественный простой жест, обнять его ноги, припасть к нему, и схватиться и сказать, вот все, ты со мной, никуда не пущу, ты мой, ты навсегда мой. А он восходит к отцу. Причем неважно, восходит прямо сейчас, ну это вряд ли, потому что он еще остается с учениками какое-то время, или восходит через некоторое время. И вот, по сути дела, она бросается к нему, может быть, в каком-то порыве естественного человеческого желания, задержать того, кто ей очень дорог, кого она считала умершим окончательно. И он ей показывает, смотри, я еще не вошел к отцу, то есть мы еще находимся все в пути, я еще своего пути не завершил. Ну и у тебя есть свой путь, который приводит к этой встрече в конечном итоге. И дальше, смотрите, он отправляет ее к ученикам с вестью, да. То есть вот этот момент, когда он ей говорит, не держись за меня, вот она до него предельно статична. Она стоит на одном и том же месте, она не входит даже в могилу, в отличие от учеников. Она только вот поворачивается к могиле, потом к тому, кто подошел сзади, она думает, садовник. И как только Иисус говорит ей эти слова, не держись за меня, она начинает действовать. Она идет к ученикам снова, да. Она возвещает об этом. То есть вот здесь, мне кажется, есть какой-то очень глубокий смысл, скорее такой даже эмоциональный, чем богословский. Вот можно держаться за кого-то авторитетного, важного, любимого, за Бога даже в конце концов держаться. Но это значит оставаться там, где ты есть. Вот как ученики говорят в момент преображения, хорошо нам здесь быть, давай сделаем трекущий тебе, Моисея Ильи, ну а мы так уж на земле поспим, да, неважно. И мы останемся здесь навсегда. И ничего больше в нашей жизни не будет, нам больше ничего не надо. Остановись мгновение, ты прекрасно. А Иисус спускается после преображения с горы вместе с учениками, дальше начинается исцеление, много чего происходит. И вот здесь тоже Мария говорит, остановись мгновение, ты прекрасно. Я держусь за тебя, и больше ничего мне в жизни не надо. И Иисус говорит, иди к ученикам, возвещаем. История продолжается. Да, ты вот не будешь видеть меня рядом с собой каждую секунду твоей жизни, но я с тобой. Я восхожу к отцу, я иду, как он говорил в том же Евангелии, и иду приготовить вам комнаты, чертоги, в которых вы поселитесь. И вот это расставание, вот это расхождение, оно необходимо для того, чтобы это состоялось. Вот мне кажется, что иногда об этом стоит задуматься в момент, когда человек кого-то очень дорогого или что-то очень дорогое держит, не отпускает и сам не идет никуда дальше, оставаясь вот в этом моменте. Сегодня это называют выйти из зоны комфорта. Мне не очень нравится это выражение, потому что выйти из зоны комфорта – это значит вот своего комфорта лишиться. Он не говорит ей, выходи из зоны комфорта, он говорит ей, иди к ученикам. То есть отправляет их куда-то, где, может быть, этого комфорта не будет, но где есть какая-то другая, более высокая цель. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok